Спасибо. 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 Есть Тора, есть Талмуд. Вот Талмуд – это комментарии к Торе. Фору мудрецов, то есть они там обсуждают, обсуждают Тору, как применять законы Тора. У нас не Тора, у нас такие произведения, как Кведанта Сутра, основное, да, и Кведанта Сутре даны естественные комментарии к Шимадбхагаватам, то есть заключительные комментарии к Шимадбхагаватам, также читание Чаритамрита – обисковывающее путешествие Господа Читания, как Господь сам пришел к Аватаре, и он, эта лила его была явлена преданному Господу, то есть он дал тоже определенные правила, и вот ко всему этому у нас существуют комментарии. Также Бхагават Гита, как часть Махабхараты, вот, к ней даны многочисленные комментарии. Вот на этих комментариях мы, ну, многие комментируют, многие, ну, говорят о Бхагаватгите, о Шимадбхагаватам, там дают свои собственные комментарии какие-то, но мы принимаем то, что говорит наша гуру Парампара, наши силы Синицы. Вот. Где-то, может быть, там что-то правильно говорят, где-то что-то неправильно говорят, где-то с персональной точки зрения, но мы не слушаем эти комментарии, потому что они идут в разрез с нашей линией мысли. Мы же пришли в определенную гуру Парампара, с определенной линией мысли, то есть это как вот школа боевых искусств. Мы же не можем прийти в школу, скажем, пьяницы, и говорить, что нужно прийти в школу тигра. Вот у нас своя школа с определенным видением божественных реалий, с определенными отношениями с Господом. нужно понять, что мы приходим в гуру, в гуру один, в зависимости от, скажем, расы ученика или качеств ученика. Ученик, он находит прибежище в той линии мысли, которая резонирует его сердцем. Вот. Поэтому речь не идет о том, что что-то. Правильное, что-то неправильное. А речь идет о том, что насколько это созвучно нам самим. Насколько это наше духовное чаяние удовлетворяет. Поэтому, читая книги Шилашидара Махараджи, Гавинда Махараджи, Тиданда Свами Прабхупады и других требований, ну вот так вот. Расплазить так вот, мы видим, что это, ну, оно внутри своей выражает, потому что, ну, как мы говорим, это слово «очевидно». Это не нужно доказывать что-то, это просто, ну, ясно без всяких доказательств. То есть нам не нужно приводить какие-то, ну, доказательства из Писания, какие-то шлоки сложные или еще что-то. Вот. Просто когда говорит гуру и гуру, все очевидно, все понятно и так, без всяких доказательств, все принимается на веру, потому что это естественные вещи, и они открываются в наших сердцах. Поэтому мы не занимаемся спорами с какими-то там определенными конфессиями или еще что-то. Иногда, ну, очаре для того, чтобы утвердить степень градации одного учения над другим, они могут приводить какие-то петаты из шлок, шлоки какие-то, из писания, где утверждается, какая линия мысли, она считается выше по отношению к другой. Для Господа у него все дживы, любимые им, просто есть у него тоже какие-то предпочтения по отношению к душам. Вот. И у самих душ есть определенное предпочтение во взаимоотношении в господине. Да, всегда имеется личность на природу. Ну, можно сказать, что это и сама веда, потому что это все, что касается жизни, ну, вообще четыре веда основных, это Матаро веда, все остальное это производные. Вот. Но мы говорим о ведических писаниях, просто когда идет речь о явлениях, нисхождениях Господа, Аватар, его ближайших спутников, это тоже можно отнести к ведам. Например, Пурана различные, жизнеописания Господа, его лилы, его спутники, его мессии какие-то. Для нас создает три писания, Бхагавадгита, Чимат-Бхагаватам и Читания-Черетамрита являются основными. И также в нашей узкой направленности для нас являются основными книги Бахтинота Такура, Сарасвати Такура, Бахтиданта Свами, Сила Судара Махараджа особенно, и Сила Говинда Махараджи. Все наши вот, наша идея, это следовать именно вот этой мысли, то, что изложено в этих книгах. Вот с остальными мы не соприкасаемся. Рекишно, я говорю, да. Так, ну что? Получил какие-то вопросы. Все из Керпана. Поставление, ну, вообще, меня в свое время очень сильно вдохновило, когда я приехал в наш Матх, наверное, второй раз. Первый раз приехали, там нам ничего, чтобы не говорили, просто жили в храме, служили, получили инициацию на Вадвиты. Потом, когда мы уехали, и через год Вадут Махараджи сказал, послал нас туда опять, на Вадвипу, через какое-то служение на Вадвипе. Послал на полгода, я помню, в храм. И одно из первых вещей, которое нам, по-моему, Махараджи просветил, он нас подвел там к стенду и показал на, ну, как это называется, такой очень небольшой, но правило поведение в храме на Вадвипе. И там была написана резолюция Грудева о том, что каждый, кто приезжает в храм, кто же проживает на Вадвипском храме, должен посещать Арати, вот, почитать Прасад и совершать посильную севу. Вот три основных правила, которые в центре. И мне очень вдохновилось, что в храме это не просто так, кто приехал, там, вот, думает, что тебе делать, что не делать, что можно делать, что нельзя. Тебе сразу показывают, вот, ты должен приходить на программы, почитать Прасад, то есть не есть ничего за пределами храма, а читаться действительно Прасадом и совершать такую посильную севу. И сразу все на место ставить, потому что придя на службу, там, услышишь какую-то духовную катку и, соответственно, возникнут вопросы по служению, что-то делать, то есть, какие-то взаимосвязанные, очень простые три правила, которые, на самом деле, очень легко регулируют жизнь в матке. Поэтому, если нам всем придерживаться этих трех правил, также наставлений Илога Рудева, семи наставлений, тогда будет жизнь очень легко. Да, то есть ежедневно читать Писание, и как боговат, гид и другие. Ежедневно успевать святые имена, вот, никого не критиковать, серьезно относиться к духовной жизни. Важно этот момент, что не просто какая-то прогулка у нас там, а это серьезное мероприятие, фактически дело всей жизни, в котором предстоит множество экзаменов на протяжении всей этой духовной жизни. Вот. Пятое какое – не оскорблять ващнау, да, не оскорблять ващнау. И седьмое – относиться ко всем почтениям, смирениям, оказывать почтение всем, не ожидать почтения другим. И добавочное наставление – то, что всеми силами пытаться это распространить в обществе в соответствии с местным временем и обстоятельствами. То есть очень просто, вот, если вот этими критериями руководствоваться в своей жизни, то жизнь, она… Грудефов всегда подчеркивал, что духовная жизнь – она проста для простых людей. Но ничего сложного в духовной жизни нет, в духовной практике, – делаешь какие-то вещи. Многие говорят, что это рутина. Но что значит рутина? Ну, хочется просто… нужно понять, что это не то, что это что-то обусловленное, зажатое в какие-то рамки, а это просто наш ум, он хочет каких-то привычных удовольствий из мира материи, к которым мы когда-то привыкли, какое-то восприятие получили. вот хочется как-то развлечься на уровне тела. Вот. Но сама по себе, если жить, наполнить свою жизнь духовным служением, чувство занять… тогда нет никаких проблем. Занимаешься служением, называешься цветы имена, пытаешься слушать цветы имена, пытаешься общаться с с Господом, сердце, как оно, какого получается. Понимаешься? Устанавливать отношения с преданными, устраивать правильные отношения. Вот. Научиться правильно общаться, иметь правильные отношения с гуру, с влачналами, с Господом – это фактически дело не то, что всей жизни, а всей вечной жизни. Это самое большое, что мы должны этому всегда учиться. Все построено на взаимоотношениях, нет ничего, чтобы не строилось на этом. Надо понять, что в этом мире все строятся жизненно законов, подписывают договоры, чтобы избежать отношений. Ты мне, я тебе, друг другу предъявляют что-то. Потому что в этом нет отношений никаких, нет любви. Но когда есть отношения, договор вообще ни к чему. Ни к чему законы подписывать, ни к чему утверждать какое-то права над кем-то, над какой-то собственностью земельной. Все и так все понятно. Мне вот в Абхазии так интересный момент, что если у тебя есть отношения с какими-то людьми, ну, в ближайшем к власти, то не обязательно иметь какие-то документы там, права собственности там или еще что-то. просто ты можешь всю жизнь там жить и ничего себе слова не скажешь. Вот. Но если эти отношения нету, ну, если они какие-то такие негативные, то какие бы документы там не были оформлены, чтобы там не… все равно там жить не будет, не будет возможности никакой. Ну, потому что такая вот природа. Вот они вот, ну, сейчас, может быть, немножко меняются все, но вообще, особенно раньше, они вот совершенно не хотели дело иметь на уровне документальных взаимоотношений. Ну, мы можем, конечно, сказать, что это они вот… не просто там что-то вымущивать, отмущивать, но на самом деле это… скорее это природа, природа живых существ, ну, хотеть отношений и построенных, ну, на слове. Ну, просто ты взаимообщаешься с человеком, и люди ценят именно твое слово, твои качества, твое умение общаться. То есть они видят, что за тем, что мы говорим, стоит что подлинное, что мы не обманываем, что мы… действительно то, что мы говорим, так мы и живем. Тогда люди, они верят нам. Тогда они очень хорошо нам воспринимают, нам не нужно никакие бумажки не показывать. Вот. Но если мы говорим, что нужно жить так, вот, например, соблюдать регулирующие принципы, да, там… у нас в и, естественно, люди будут не доверять и, естественно, нас начнут сразу требовать какие-то законы. Поэтому мы должны, ну, научиться быть полезными в обществе, потому что та польза, которую приносит преданная, она самая большая. Но нет ничего больше, потому что преданные рассказывают о смысле человеческой жизни. Но мы должны правильно научиться людям это преподавать, преподносить. Потому что если мы будем агрессивно преподносить… Просто, допустим, многие начинают копировать бахтиданта с вами Прабхупада. Бахтиданта с вами Прабхупада очень так… Поповедова очень интересно, он там всех называл негодяями, свиньями. Вы живёте… Ну, просто… Один же вопрос – это он говорил. Потому что он имел шакси, имел возраст, имел… И его… Когда он говорил даже свиньи и негодяи, он говорил это с любовью. Он не ненавидел людей, а он преподносил очень так… Если мы попытаемся так проповедовать, скорее всего, нас побьют. Или ещё там… Мы, наверное, живём очень много врагов в этом обществе. Поэтому мы должны всегда думать, как… И, ну, понимаете, одно дело, мы знаем этикет, да, что пришёл гость, его нужно там напоить, накормить, да, там, пообщаться с ним. И мы делаем это с чувством этикета. Это один момент, как бы. Ну, это… Хорошо хоть по этикету, да, мы встречаем. Но в идеале мы должны сердечно встречать. Учиться сердечно встречать гостей. То есть быть рады гостям, быть рады им рассказать о Господе, быть рады представить людей Господу, вот. Объяснить, чему мы поклоняемся. Вот эти все вещи нужно знать. То есть, ну, напоить чаем, там, накормить сосадом, носить там, здорово дать, спасать шариков каких-то там. Ну, и должно быть это быть, вот, не потому что это вот наша обязанность, а потому что… Потому что это, ну, должно быть естественное наше качество. Мы должны работать над этими качествами, вот. Постоянно взращивать себя, учиться этому искусству. Чтобы это не то, что войти в роль таких любящих, а действительно научиться любить Господу, научиться любить других живых существ, людей, вообще, и все остальное, врагов, к врагам нормально относиться. Придут много людей, которые будут, что-то там, кому-то что-то не нравится будет, скажут, что вот устроили, какой-то свет. Мы должны научиться с ними по-доброму, поговорить так, чтобы они могли как-то изменить свое мнение по отношению к сознанию Кришны в первую очередь. Они могут к нам плохо относиться, но к сознанию Кришны нам нужно все усилия сделать так, чтобы они имели позитивное отношение к Куру Парампоре, к Килиам, к Священному Писанию. Вот. И таким образом наша жизнь пройдет, мы поймем, что, как самураи, да, всю жизнь отрабатываем один удар. Раз, 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 ну, метр и два удара. Вот. И, в принципе, практикуется всю жизнь. Что у нас, какие у нас удары? У нас удар любить Господа и любить людей, в принципе, достаточно на эту жизнь. Учиться всю жизнь этим, думаю, вещам. Вот. И все начинается с духовной практики, то есть, когда мы, ну, перестаем, перестаем, ну, о теле заботиться нужно. То есть, не нужно его подвергать экстремальным условиям, там, вот реченка уходить, потому что, ну, до поры до времени просто это ни к чему, там, какой мотив. Ну, мы не должны, ну, его чересчур лелеять в тело. Мы должны, ну, понимать, что, чего нужно занять селой. Какая первая села? Привести его на арте, да. То есть, научиться раньше ложиться, раньше вставать. Вот. И, возможно, пора мантру прочитать с самого утра. Так, если невозможно, тогда, ну, надо как-то время, ну, просто выделить время для индивидуальной духовной практики обязательно, потому что мы должны, то есть, есть такое понятие, как сон, да, сон, да, сон, он дает возможность отдохнуть телу. Нам нужно напитать еще душу. Сирт – это самое могущественное средство. Но нам нужно иногда в день какое-то время побыть одним и просто сосредоточиться на питом имени, медитировать свою джапу, взять, или бы совместно читать. Я слышал недавно его лекция, Айвадут Махараш, он приводил пример искон, и он говорит, очень хорошая практика – собираться вместе в алтарных, скажем, там, вместе читать джапу. Ну, я помню, в искон это практика очень так практиковалась. Помню, там, у нас в храме жило сто восемьдесят человек. Сухарево. Ну, там в алтарно где-то нас собиралось, там вот, там, утреннее арати было в четыре пятнадцать утра до пяти утра. И с пяти до семи это было время джапы. То есть два часа над джапом, 16 кругов за два часа нужно было вычитать. И, в основном, ну, не приветствовалось чтение джапа в комнатах где-то, в уединении. Тем более, в комнатах жило там по шесть человек, по семь человек. Вот, и все читали в алтарной. И, в общем, такая интересная практика была, на самом деле. Она настолько, она вот, быстро очищала. Причем, читали вслух. Все читали вслух. Такое ощущение было, что какое-то, вот, очень разное ощущение. Иногда, вот, я помню, прям музыка шла вот откуда-то сверху. Такая вот, не очень необычная музыка. Я даже думал, откуда эта музыка звучит? Я вот все время не понимал. Ну, разные вот просто такие вещи происходили. Ну, когда слабенно погружаешься, то есть ты, как бы, в общем, в общей вибрации, в свою вибрацию погружаешь. Интересный опыт. Вот, поэтому это, ну, не то, что, как правило, должно быть у нас такое. Ну, как бы, в принципе, это нормально. Мы иногда экспериментируем со своим воспеванием. И потом, это даже с точки зрения Харинама Чинтаммани, это учился в Адут Махараш, говорит, что Бахтинот, ну, он читает Харинама Чинтаммани, это лекции вот были. Бахтинот Такур говорит, что одним из способов, если у нас нет веры в Святое Имя, то мы должны воспевать в обществе преданного, у которого есть эта вера. И постепенно эта вера нам передаётся. Очень важно, на самом деле, принцип, что нам не хватает собственного вдохновения. И, ну, находясь в обществе преданного, мы можем испытать это. И у нас, я помню, наш настоятель, Ведуро Прабу, он прям садился со всеми, читал мантру. И он так интересно читал, что у него прям такое погружение было. Ну, такой, интересно, у него вибрация была такая, очень мощная. Ну, вера была. И у него вот лекции, я помню, он читал примерно всегда одни и те же лекции, а воспевание сказал имя. И всё время он как-то говорил об этом по-новому. Вот, ну, вроде бы говорил одно и то же, но всегда по-разному это представлял, и все всегда вдохновляли. Поэтому нам нужно просто сосредоточить свою жизнь на чём-то главном. Вот, главное это индивидуальная духовная практика, совместная духовная практика, вот, совместное село, служение. Ну, в принципе, всё нам про сад. Всё это, я думаю, здесь вот больше чем достаточно имеется возможности. не так много отвлечений, не так много людей приходит. Вот, поэтому есть возможность работать над качеством. Когда просто много чересчур людей приходит, ну, бывает. Я знаю, что в Сочи это, ну, такая серьёзная. Ну, с какой стороны, это позитивно, что много людей приходит, но просто преданная пласть ума начинает стоять, потому что на себя вообще не имеют времени. Там что-то вокзал, там постоянно кто-то приходит. Постоянно кому-то что-то узнать нужно. И в основном приходят люди, которые, ну, переночевать негде. Там вокзал рядом. Вот, думаю, преданные, добрые, там, приветят. Вот, ну, всем проповедуют, в общем. По-разному. Ну, я не знаю, вот вроде, что хотелось сказать. Ну, я не знаю, вот вроде, что хотелось сказать. Хорошо, вот так. Хорошо, хорошо. Ну, иногда через наставление, наставление духовный ученик может даже больше ощущаться, чем в его присутствии. То есть такой момент, я тут сейчас недавно читал историю распространителя книг, там был такой распространитель Трепурари Слами. Может быть, да, может быть, это как раз про него. И он был одним таким из мощных распространителей, который там, по-моему, он первоорганизовал распространение в аэропортах. Но смысл там был какой, что он настолько погружался, он про Хупаду очень, ну, фактически не видел. Мало очень встречался. И то, когда он уже стал много распространять книг, про Хупаду был счастлив, он всегда говорил, что храмы это очень важно строить. Когда даже было открытие, Кришна была романдиром во Вриндаване, он сказал, наконец-то мы пройдены еще одна очень важная веха. Ну, казалось бы, такой праздник, то есть это храм, он дал лекцию, то есть это храм, который будет для людей всего мира, где люди будут приезжать сюда учиться, поклоняться Господу. И он говорил, что самая важная часть нашей проповеди – это храмы, строительство храмов в своих местах, чтобы иметь возможность людям жить в этих храмах. Потом он добавил, но еще более важная тема храма – это распространение книг. И он постоянно повторял – распространяйте книги, распространяйте книги, распространяйте книги. Потому что он говорит, что вы можете проповедовать людям, они раз услышат, но потом забудут. Но если вы во время проповеди даете людям книги, тогда люди, они просто просчитав даже одну строчку, могут полностью изменить свою жизнь. И вот этот Трепурар-Ислами, он очень вдохновился этим моментом. И там он рассказывает историю, что один раз он как раз в аэропорту распространял книги и приезжал Прапупада. И все, соответственно, встречали огромное количество преданных, встретили Прапупаду, повезли в храм, а он решил, что он останется и будет продолжать дальше распространять книги, потому что Прапупада хочет, чтобы проповедь шла. И он не поехал с Прапупадой, остался в аэропорту, продолжил распространять книги. И к нему он описывает просто свои откровения, что в действительности Прапупада даже в большей степени присутствовал в тот момент, между ним лично с ним общался. Служа на славление Прапупада, распространяя книги. Вот такая вот история. И об этом многие преданные говорили, кстати, особенно распространители книг, потому что Прапупада, все распространители книг, а в Америке и в других странах, они, ну, почти не общались лично с Прапупадой. То есть нужно понять, что у Прапупады был какой-то, ну, он уже тоже играл роль человека, и он не мог физически, у него было учеников там до 10 тысяч, по-моему. Он не мог физически даже, но он общался с какими-то основными там саньяси, которые с ним присутствовали, но большинство распространителей, они не общались с Прапупадой. Ну, может, инициацию получили, там, получили. Пару раз какое-то представление. Вот, но в основном они занимались распространением книг. Они говорят, что через распространение книг, через чтение книг Прапупады, мы ощущали его желания, его наставления, мы понимали, что он хочет сказать в книгах. То есть если мы спироточены на наставлениях нашего гуру, то есть если мы делаем, что он хочет от нас, для этого нам нужно выяснить, что Гур-Деф от нас хочет, тогда мы имеем связь очень такую настоящую с гуру. Не то, что там приехал проповедник, там, вот, на таком, на неком, ну, как бы, нужно понимать, что пока дети маленькие, они зависят от родителей. Они фактически, ну, зависят от энергии родителей, потому что родители погладят по головке, и накормят их, дети будут энергичные тоже. А если родители не накормят, не позаботятся о детях, дети, они жить не смогут. Но со временем, когда дети вырастают, они уже начинают сами заботиться о родителях, которые и должны заботиться. То есть они уже сами могут снабжать себя какими-то провиантом и всем остальным. Вот. И в духовной жизни мы сначала... Гур-Деф нас очень много подпитывает. Старшие преданы очень много нас подпитывают. Но когда мы обучаемся, мы должны научиться, как самим вдохновляться из святого имени, из священных писаний, из общения, из служения. То есть это, на самом деле, очень важно. Потому что мы же не пришли, что... Мы пришли научиться служить Господу. Гур-Деф, он связывает нас с Господом. Не то, что Гур-Деф будет все время нас вдохновлять, подписывать. В конце концов, он нам скажет, ребята, вы уже всему научились, я вам все дал. Вот, служите. Наша задача будет все время выказывать посетение Гуру, но служить мы будем в большей степени уже самостоятельно. Понятно? Ну, учиться всему нужно. Ну, опыт в процессе мы учимся, начиная с концентрации, когда вот каждый день можно учиться концентрироваться на воспевании, учиться слушать баджины, осмысливать, о чем мы поем, о чем читаем, обдумывать все эти вещи, поддерживать режим дня. Все это постепенно-постепенно нас учит. Вот. Ну, нужно понять всегда, что самое главное, это не само произведенное действие, а с таким умостроением это действие произведено. Это очень важно. Наше внутреннее состояние нужно обращать внимание. Подносим мы что-то, совершаем какое-то действие, потому что так положено, или мы в это складываем какой-то смысл более глубокий. Осознанность необходима в момент нашего действия. Когда будет концентрация? Мы должны осознавать, что мы делаем, зачем делаем. И принцип принимать все благоприятное, отвергать все неблагоприятное. Первое, отвергать все неблагоприятное. В нашу жизнь очень много всего входит неблагоприятных вещей, неблагоприятных мыслей. Неблагоприятные мысли, порождают неблагоприятные действия. Мы должны учиться отказываться сначала от действий неблагоприятных, потом от мыслей неблагоприятных. В то же время все благоприятное принимать в нашу жизнь. Ну и остальные четыре принципа Саранагати. Быть уверенным в защиту Господа, стать его другом своим, полностью предаться, быть смиренными. Ну, это же, как в институте. Не сразу же все, надо же постепенно ему учиться. Степенно мы читаем книги, слушаем лекции, наше сознание меняется, мы начинаем видеть сквозь призму священных писаний, причем определенных священных писаний. Не всех подряд. как сквозь читания подал вопрос по поводу цвет. Мы просто читаем определенные книги, которые нас настраивают определенным образом на восприятие. Ну, надо понять, что много нас, кто будет сбивать с толку, многое, что нас будет водить в сторону, пытаться вести, много экзаменов будет различного рода. Мы должны будем все это проходить. Ну, это просто везде все проходят экзамены, и в материальной жизни свои люди экзамены проходят, все это даже в материале жизни это план спасения живых существ. У господа. Люди находятся на каком-то там бытовом уровне, они там пока выясняют отношения в семье, кто главный, кого дети должны слушаться, нужен ли. Сегодня просто читал историю, как с вами прохлада начался с этими феминистсками. Вопрос. Зачем женщине подчиняться мужчине? Прохлада просто она рожает. Ей, естественно, нужна защита, как она родит, и потом кто о ней заботится будет. Естественно, чтобы о ней заботились, она должна научиться подчиняться мужу в ведическом обществе. Такой смысл, что женщина всегда находится под защитой либо мужа, либо детей. А если она сама по себе, то она становится проституткой просто. Гуляет сама по себе, и, соответственно, общество разрушается. Интересно, описывая, целая делегация к нему возмущенных американок пришла с этих кинокамер. он невозмутимо просто чик-чик-чик, он просто свою линию гнул, какие бы они там провокационные вопросы не задавали, как бы они там не кричали на него, что он там женоненавистник. Он объяснял спокойно, вы говорите, не понимаете просто, что все великие женщины, все благородные женщины, они всегда служили, находились под опекой своих мужей. Там вопрос у него был такой, он хотел создать первый класс людей, то есть брама, браманист потому что говорят, у вас есть судры, есть торговцы, до какой-то степени управители, а вот знающего сословия нету. Они задали вопрос, а могут ли женщины быть знающими сословия? Он сказал, что они могут быть, если у них мужья высшего сословия, если у них мужья из низшего сословия, они будут тоже низшим сословия. Они говорят, а как же они сами не могут быть? он говорит, что женщина не то, что она хуже, она просто природа другая, ей нужно находиться под защитой кого-то и она не может решать некий вопрос определенный. Просто в американском обществе это особенно было проявлено, не знаю, как сейчас, что это уравноправить, отчего уравноправить, непонятно, на самом деле. И так у всех свои права, женские права, мужчины права. Женщина не может стать мужчиной, а мужчина не может стать женщиной, правильно? Как это может все, о каком равенстве может речь, даже речь не о равенстве, а естественности, природе, как это лежит. веды описывают природу мужчины, природу женщины, у всех своих, своя природа, и, соответственно, с этой природой мы должны служением заниматься, деятельностью какой-то. поэтому для нас большое благо будет осознать свое природу, свое предназначение в жизни, особенно в духовной жизни. ну, понятно? Все просто в жизни, как можем, все возможности есть, я не знаю, у кого такие возможности, здание огромное, территория огромная, все тут, делай, что ты делай, правильно. По временям здесь будет очень такое красивое место, все обустроится, трещина замажется, ну, вот, украсится все. это хорошо, что немного сейчас, сейчас все поймете, когда будет много народу, трудно придется иметь дела с людьми, а надо сейчас научиться вот в узком кругу общаться, научиться испытывать вкус от духовных вещей, от тени писания, от испевания святого имени. люди, они будут выносить свое собственное сознание, свою веру, она будет отвлекать, и, ну, если у нас все, ну, мы не утвердились в этом духовном вкусе, то люди будут говорить, а что такого, давайте вот это сделаем, давайте вот это, они будут с верой это говорить, они скажут, так вот там-то в христианстве вот так делают, в исламе вот так делают, ну, полезные практики, вот это принять, вот это, и у нас будет каша мало тогда, поэтому пока народу нет, и раз это хорошо, я вот в этом Сочи наш друг Махапрабу, мне нравится такой искренний парень, ну, вот он 10 лет, он, я ему говорил, Махапрабу, давай, ну, начни проводить программы, что тебе все равно семьи нет, что тебе, он сказал, ну, а что я буду один проводить, там, все самое, никто не приходит, я говорю, да какая разница, потом я уже говорил, да какая разница, пока никого нет, это же хорошо, по крайней мере, сам изучишь все писания, сам для себя будешь читать, сам все баджины выучишь, вот, и он что-то вдохновился, и он начал как-то делать, у него там уже через пару месяцев уже толпа народа собиралась, он уже теперь не знает куда деваться всех этих людей, ну, он же научился обороняться уже там правильно, уже там знает, кого можно оставить, начать кого нельзя, определенные духовные условия, если хотите остаться, то должна утром встать на арте, какой-то севу совершить, там, ну, все, так что пока вас, и тем более вы сейчас должны еще между собой содружиться, притереться, ну, окончательно, чтобы понимали друг друга в плюсы, друг друга в слабости, чтобы могли как бы терпеть слабости, там, снисходительно относиться, в то же время, знать, где, у кого, какой, какой плюс, как это, сотрудничать на основе этих, восьминавских катей, ну, каждый должен свои обязанности узнать, там, что-то огород, что-то хлеб, что-то стройка, что-то кухня, что-то божество, ну, у вас должно разделиться понимание департаментов, там, различных, просто, когда есть старший, потом, когда расширяется все, это же нужно людей чем-то занимать, вот, потом нужно думать, как поддерживать все это, правильно, как поддерживать, вот, это, ну, самый лучший способ поддержания это проповедь, проповедовать людям, ну, не то, что не вопрошайничать, а именно проповедовать духовные вещи, люди сами дадут, когда увидят искренность, то есть, людей нет проблем дать, если мы искренне с ними хотим что-то поделиться, всегда готов раздать просад, всегда готовы книжки подарить им, люди сами будут дать, надо книжки у вас есть, потом книжки туда еще завести, нам надо тоже с собой возить книжки, на самом деле, это программа, чтобы у нас, вот мы с Матхула Павловна когда путешествовали, ну, хотя бы, да, чтобы несколько книжек вот даешь лекцию, чтобы можно было там, ну, все равно книги, они это самое, во-первых, авторитет придают, потом, многие люди, особенно, такого не совсем молодого поколения, а вот, они любят именно книги, я вот, я тоже не очень люблю электронную, кстати, книга, она по-другому ощущается, то есть, книг надо, ну, хотя бы немного брать, распространять, боговат, боговат, гидит его взять, там, вот, книги Судара Махараджи, у нас замечательные книги, простые, на самом деле, не совсем сложные, можно какие-то основные, базовые книги, там, в споне брать, науку, самосознание, боговат, гидр, как она есть, они, ну, там, совершенный вопрос, ответ, какие-нибудь, такие, простые книги, сможет даже с ним кто-то договориться, чтобы какой-то оптывается, не брать постоянно, тоже, тоже будет доход, на самом деле, но, чисто распространять, книги распространять, на самом деле, очень много, доход большой, очень дают, я просто распространял, я знаю, ну, по улице, я просто не знаю, насколько у кого-то здесь хватит, хватит, лишь акции, это нужно определенное, настроение иметь, по крайней мере, здесь, вот, когда люди приходят, это гости, ну, уметь рассказать о книгах, предложить, секс, долпожертвование какое-то, но оно все равно будет, понемножку, будет поддерживать, ну, просто надо исходить из местных каких-то, я не знаю, законов, что можно продавать, что нельзя продавать, как можно, я просто, ну, не знаю, в России там сейчас разные нюансы, совсем, ну, это дело, как бы, может, со временем здесь магазин какой-то сделать, благовоние, что за что-то. но не делать эту самоселью, может, где-то отдельно, но надо просто смотреть ситуацию, надо прославить всегда иметь, там, какой-то джаганат, или шарики с ними, чтобы людей угощать, люди пришли, там, раз, кладем, не подали, что-нибудь. Тогда постепенно, ну, это каждый подходит, я вообще просто дарю книги, мне просто жертвуют люди, я не смотрю, кто-то жертвует, один просто может пожертвовать рубль, другому это может тысячу пожертвовать, я поэтому просто дарю книги, кто-то пожертвует, ну, как просто, это надо определенный, разговаривать просто нужно определенным образом с людьми. Раньше, когда я распространял, я говорил, что, ну, чтобы напечатать эту книгу, стоит вот столько-то, вот, вы можете пожертвовать столько, или можете больше пожертвовать, так сказать, например, там, книга стоит 50 рублей, чтобы ее напечатать, я говорю, ну, может, там, 50-100 рублей пожертвовать, 200 рублей можно пожертвовать, люди, как правило, они там не понимают, что, поближе 100 жертвовать, ну, образно говоря, просто это благо для людей, потому что они жертвуют, там, они участвуют в программе, и всю книгу получают. Разные просто методы, я просто, может быть, человек такой, 90-х, скажем так, и, ну, была определенная проповедь, определенные подходы были, сейчас уже изменилось, я просто время в этом отстаю, в новых технологиях, поэтому у меня даже нет этих контактов, инстограммов, я просто, у меня нет времени даже заниматься, я когда начинаю погружаться, там много отвлекающего всего, и, во-вторых, сбивает меня из колеи, и поэтому, не дружу особо с этими, максимум, там просто, WhatsApp, Viber, Skype, Post, много сейчас технологий, которые, ну, молодежь, хорошо владеет этими технологиями, нужно просто смотреть, ладно, так я, я только за, просто, я про себя говорю, я просто, я просто настолько, у меня вот ум, так, ну, настолько медленный, что я не могу, вот это все, воспринять, это вот, когда, там, ну, какой-то, чат идет, допустим, люди начинают высказывать мнение, я понимаю, что это либо, ну, лучше не знать об этом, о чем они, и общаться совершенно на другом уровне, потому что, когда, начинаешь, узнавать мысли некоторых людей через эти часы, думаешь, что, господи, я бы сто лет бы это не знал бы лучше, спокойнее спалось бы, но с людьми общаешься, как бы, они одни, как бы, когда начинаешь узнавать через эти все соцсети, чем они на самом деле живут, становится, как бы, ну, не то, что там, просто бессмысленно, я понимаю, что погружаться в некие вещи, это настолько бессмысленно, но это забирает массу времени и энергии, разобраться с тем, чем мы занимаемся, и погружаться в иллюзии людей, как это, просто многие, может быть, могут, ну, как бы, не зацикливаться на этих вещах, но меня они просто это отвлекают очень сильно. Я два раза пробовал инстаграм себе установить, пользовался, где-то там, по месяцу, или по два, потом просто удалял его, потому что он просто начинал меня все время занимать. Ну, я не против, ну, не понимаете, ни инстаграмов, ни контактов, вообще, если преданно чувствовать себя, ну, какой-то такой позитивной волне, в позитивной проповеди, это хорошо, на самом деле, нужно все использовать. Просто я уже, наверное, отстал человек, такой, мне вот хватает, там, письма постоянно, кто-то пишет, вот я сижу, отвечаю, пишу, разговариваю с людьми, там, перезваниваю, просто, ну, мне просят, позвонить человеку, поговорить, конкретно, по делу, по-кому-то, духовные вопросы, обсудить. нужно понять, что мы все индивидуальны, знаете, мы должны научиться жить среди разных индивидуальностей, гармонично. так, ну что, наверное, уже хватит, да? проповедовать, ну, проповедовать, самое главное, это проповедовать то, что мы сами понимаем и то, что нас вдохновляет, не проповедовать на форме, форме пересказов, если там, прочитали книгу, потом пытаемся пересказывать ее, это не очень хорошее лицо будет, потому что будем путаться, потому что нам, в первую очередь, нам нужно понять, что мы прочитали, поэтому читать нужно побольше, вот, ну, допустим, когда мы книги распространяли, ну, была такая, как бы, негласная, как бы, рекомендация, что надо читать не меньше двух часов в день книги Прохупада, это действительно так, когда начинаешь читать книги Прохупада, начинаешь погружаться в это силософию, и потом начинаешь, они еще так построены, ну, слова, что, ну, там, как мантры такие, они там примерно, ну, они об одном и том же, просто в разных ракурсах описывают, и, когда мы читаем, потом естественным образом мы начинаем это понимать, переживать, осознавать, потом, естественно, этими людьми делимся, просто главное то, чтобы мы, то, о чем мы говорим, чтобы мы вот сами верили, просто если мы не верим сами, то, что говорим, то пробовать не получится, поэтому нам нужно, ну, постоянно осмысливать, происходя, ну, эти вещи, побольше читать, побольше слушать, лекции, пытаться думать, пытаться людям потом просто как-то своими словами пересказать, то, что мы поняли, ну, вдохновила какая-то мысль, ну, встретили кого-то, и обязательно Господь пошел мысль. Ну, просто естественно происходит, если нас что-то вдохновляет, кого-то, как только слайд, кому-то тоже необходимо, мы естественным образом делимся, не смущаться, не стесняться, технически, конечно, распространять вообще хорошо, хорошая практика, либо я не могу проповедовать вот не видя людей, мне очень тяжело, допустим, потому что мне нужно с человеком вот какой-то коннекции иметь, я не могу просто сидеть перед камерой не видя людей, рассказывать им какие-то духовные вещи, потому что я не знаю, кто там сидит, кто слушает, как они воспримут, тоже непонятно. Я как бы, у меня начинается путаться. Вот, я вот представляю такое общение вживую с людьми. Разговариваю, смотрим друг на друга и общаемся. Когда много людей чересчет, тоже начинается путаться. Ну, допустим, при стримах, там, в Запорожье, там такая толпа, пришла людей. Я просто, как только посмотрел на людей, видел, что половина людей не просто пришли на совершенно другое что-то, ну, они же ожидали что-то другое. Ну, просто, видно по людям, ну, они пришли на какую-то эзотерику. Вот, я думал, надо сразу убрать лишнее. Сейчас, будем воспевать. Попили, там, 15-30 минут. Там, какая-то часть людей ушла. вот, потом уже нормально как бы вставать. Когда много чаще людей, трудно беседы вести. Ну, разные способы, там, начинать можно с индивидуальной проповеди, одному, каеку, двум, рассказывать. Ну, простите, ну, тут индивидуальный подход, нужно найти свой собственный стиль в этом. Главное, иметь желание с людьми поделиться чем-то. Ну, помочь им как-то. Потому что все же находятся в иллюзии, в болезни своих. И, ну, нужно иметь какую-то, как вот, Арджуна вот рассказал такую вдохновляющую историю с Гавином Махараджем. Я не знаю, насколько эта история имела место быть, но даже если не имела, все равно она вдохновляется. Гавином Махараджем шел, там, по-моему, в Младыпи, и он слышал преданное, слушал лекцию с Иллюзии Дара Махараджем, ну, запись. И он остановился, потом стал что-то записывать. И он спрашивал, там, в Гурдэ, во что вы записываете? Он говорит, только что я получил наставление от Иллюзии Дара Махараджем. И он говорит, а что это за наставление в Синьсекре? Он говорит, наставления такие, говорит, чтобы проповедовать, нужно иметь сострадание и симпатию к людям. То есть, две вещи. Чтобы проповедовать, нужно иметь сострадание и симпатию к людям. То есть, мы должны понимать, что люди, ну, в невежестве находятся, Нужно сострадать. Пока они не выйдут из невежества, они печальны. И нужно симпатизировать им. Не просто сострадать, а как бы относитесь к симпатии. Это, на самом деле, очень важно для проповеди. Потому что если этих качеств нету, или мы не проявляем их, тогда сложно людям проповедовать. Тогда мы будем просто людей переубеждать в чем-то, доказывать свою правоту, будем с ними спорить, упорно. Ну, нужно просто научиться слушать людей, выслушать людей, понять проблематику. То есть в них научиться... Поэтому сострадать людям. Как эти качества? Они приходят в процесс. Сначала, как правило, мы все спорим с людьми, мы доказываем правду матку. Но правда матка, даже если она правда, то она никому не нужна, на самом деле. Люди, им это неинтересно. Но если они видят участие, как в их жизни, сочувствие... Ну, в этом надо просто у людей спросить, а чем живете там? Там, где работаете, там, дети есть, нет, как детей кормите, как воспитываете? Что интересует в жизни? Я вот недавно встретился там в поезде с одним охотником. Какой интересный человек был. Он сам завел со мной разговор, говорит, такой сидит. Сейчас, говорит, опять проблема будет в РЖД. Я говорю, а что за проблема-то? Он говорит, опять оружие не пустят. Будут вопросы задавать. Я говорю, а что, оружие возите? Он говорит, ну да, говорит, вот сумки, оружие везу. Говорит, а что за оружие-то? Он говорит, ну, говорит, я, говорит, охотник там, да, там, ждешь, что он там, говорит. Ну, я чувствую, а ему час остался до выхода там. Я, ну, никого нету больше. Я говорю, ну, думаю, ну, что я ему скажу, как бы, думаю. Ну, думаю, по крайней мере, иметь, что история вот эта, как Нарада, не Нарада, да, Нарада Мунья встретил этого охотника и там, справил к родителям, к жене, к своей. Я потом, ну, думаю, надо как-то поддержать с ним разговор и потом рассказать ему эту историю. Я говорю, ну, на кого охотиться там, знаешь, от такого места? Ну, там, на кабана, там, там, на лесу, там, на все. Говорит, а, ну, это потом мне сказал. Ну, такой, видно, он такой энтузиаст в охоте. Я говорю, а долго охотитесь? Он говорит, ну, вот лет пять или семь, говорит. До этого жил там в тундре каких-то, ну, там, в тех войсках каких-то было. Ну, там, видать, приходилось тоже как-то выживать там и все, что-то. И вот сейчас он просто вот. Ну, я вам потом начинаю эту историю рассказывать. Говорю, знаете, вот, на самом деле, есть такая история ведическая. Мудрец встретился с охотником. Он, ну, тот убивал животных, там, мучил их. Он спросил, ну, узнаете всю эту историю, да. Я ему рассказал эту историю, он говорит, но я же, говорит, не так, я никого не мучаю. Я, говорит, не понимаю вообще людей, которые из этих, из нарезных ружей стреляют, потому что они там на этой джипе приехали, два километра там нацелились, убили. Это, говорит, что разве охота, что-то, говорит. Я понимаю там, но я только глубокоствольным разве вам пользуюсь, говорит. Это 70 метров, говорит, на кабана, как бы, кто-то кого, там, такой спортсмен такой. Говорит, потом, говорит, я не понимаю людей, которые, там, вот, убили, там, это самое, бойни открыли, убивают животных, да, потом едят их. Это что, говорит, убийство такое? Ну, такой, правильно охотник такой. Вот, типа, Абхазы, Абхазы, они тоже, вот, они, ну, бойни в Абхазии нету. Они, вот, едят мясо, там, либо жертвоприношение, они приносят, либо, вот, они на охоте имеют право убить, и, ну, Господь им послал. Ну, я, и он так начал, ну, видно, такой военный, горячий, такой, начал кипишевать, что такое, вот, типа. Я говорю, да вы, говорю, не волнуйтесь, говорю. Я говорю, понимаете, я говорю, вообще человек посторонний, я говорю, баба Златов не желаю, я вам просто, я говорю, ну, я говорю, монах, говорю, моя задача донести для вас информацию, потому что, если я это не сделал, я буду повинен причине насилия вам, потому что, не сказав вам правду, вы будете потом страдать. Я говорю, вы же знаете, что закон кармы, он беспристрастный, это не то, что там, хорошее, ну, или плохое, просто вы совершаете какое-то негативное действие, будете за это отвечать. Если вы убиваете, вас тоже будут когда-то убивать. Ну и просто он начал рассказывать о карме. Он так что-то начал слушать внимательно, потом такой, чуть не обниматься такой, как хорошо, что вас встретил. Говорит, я верю, что те встречи не случайны. Жалко, что мы с вами мало пообщались. Ну такой просто человек, он не ехал, у него какие-то мысли были. Такое интересное, конечно. Поэтому нужно просто, если люди видят, чувствуют в нас участие какое-то, что мы им хотим помочь, что мы там не пытаемся их как бы утвердиться над ними, доказать, что они в невежести, а мы там во всем разобрались, что им нужно поменять свою жизнь. Потому что это не работает, как правило. Люди в лучших случаях просто покивают головой из вежливости, и страх, что мы их опустим и как бы уйдут. А мы должны как-то дать людям какую-то надежду на что-то новое, как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону, раскрыть какие-то вещи. Так, ну что, поем? Джай Асил Груде, Гуру Махараш, джай всем преданно. Ори Харая, Намакришна, Ядавая, Намакришна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok